итак всем привет из сибирской тайги у нас уже стремительно приближается лето как видите снега осталось немного и выбрался я сегодня снова на природу и вот здесь сейчас нахожусь на своем практически любимом месте и как можно видеть тут произошли существенные изменения вот один спиленный пенек причем пеньки такие но достаточно большие до 2 рядом вообще большой 3 то есть где-то здесь начали начали рубить лес причем это я так понимаю не какая-то плановая рубка это скорее всего самовольные какие-то спилы здесь факторами все вытаскивали вон живых елок сколько напоганили деревьев он стоит елочка завалили вот это вот трактором пока вытягивали вот даже дорогу себе накатали я так понимаете какая-то варварская рубка вряд ли она была кем-то разрешена и узаконена вот а мое место как всегда вон там он там валежина он туда я обычно выбираюсь когда есть немного времени чтобы выйти на природу но сегодня кстати речь не об этом пусть это останется на совести тех кто рубился этой валю может быть кто-то увидит из наших егерей обратит на это внимание вот а я сегодня отправился в тайгу не просто погулять а дело в том что мне пришла интересная такая посылочка посылка пришла вот интернет-магазина ленивый шашлычник я конечно шашлыки люблю ну а готовить их ленивым способом для меня вполне себе будет я думаю приятно поэтому я сегодня выбрался сюда в лес и попробую приготовить шашлык именно с помощью их приспособления шампуров самокрутов кто в интернете в этой теме те наверняка их уже видели вот я еще не пробовал тоже раз у кого-то видел на канале но пробовать не пробовал и вот сегодня я попробую это сделать вот разгреб немножко снег и как раз нашел свое место где я еще осенью жег костер все осталось на месте даже дрова он есть правда замерзшие все но ничего на этом месте можно вполне себе будет устроить костерок и так пока костер у меня разгорается делаем такую вот небольшую распаковочку прямо в лесу значит пришел ко мне вот такой наборчик от магазина ленивый шашлычник я думаю все видно туда где-то у них был адрес сайта под адрес сайта я думаю все прекрасно видно не крути . ру сейчас там здесь его для вас все это открывают ну и посмотрим что там внутри итак упаковку снял и вот что там внутри вот название шампуры сама крутые эмблемка магазина вот так все это должно выглядеть идет она как видите вот таком удобном пластиковым тубусе ну и осталось это все дело распаковать до конца и смотрим что там у нас внутри дым от костра при мне в лицо так что если что извиняйте ну как видели сам тубус раскручивается внутри идет инструкция инструкцию можно кстати посмотреть на сайте там все ухты чуть камеру не завалил там все у них подробно написано расписано я вот так в общих чертах покажу все-таки чтобы было понятно как гарантия в общем все это изготавливается в городе насколько я понял в городе саратове сами шампура и весь механизм сделан из пищевой нержавейки так что никаких проблем ни у кого возникнуть не должно так инструкцию в принципе можно посмотреть действительно на сайте поэтому слишком подробно я ее показывать не будет и вот собственно говоря что там внутри вот такой наборчик шампура моем случае это раз два три 4 5 шампуров ну и сам механизм куда этих шампура вставляются так дальше что-то там еще у нас а ну конечно дальше идет двигатель вот такой двигатель который подсоединяется к механизму и соответственно будет проворачивать у нас все шампура одновременно так что у нас представляет собой двигатель значит здесь у нас отсек вот батарейку здесь вставляется одна батарейка формата d то есть большая круглая батарейка полтора вольтовая войну дым прям на камеру и есть переключатель то есть который переключает позволяет крутить крутиться шампуром в одну сторону либо в другую сторону и соответственно среднее положение это выключено сейчас у меня батареечка собой я вставлю и мы все это проверим так батарейка у меня вот такая просто другой магазине не было забежал там были только вот такие так что тут у нас где плюс где минус сверху плюс значит вот так вставляем все вставляем мы пробуем как она работает нет да видите началось вращение в одну сторону и в другую это на камеру очень плохо видно но вращение идет соответственно через редуктор это все будет передаваться на сами наши шампурики так продолжаем вскрытие посылки и надо вскрыть так сказать самое основное то что здесь есть это вот такие шампурики они сделаны если можно видеть углом достаточно остренький то есть удобно будет прокалывать мясо ну и соответственно потому что они треугольные мясо не будет на них прокручиваться при вращении и вот этот желобок в принципе будет помогать когда мы жарим что-то например с костями например там ребрышки какие-то ну или бывает кто-то любит шашлыки то есть когда курица просто рубится именно голень бедро и вот когда кость одета то в принципе даже будет неплохо удерживаться шампурики такие достаточно приятная длина ну наверное какая-то приближенная к стандарту в принципе все это есть в инструкции кому надо на сайте посмотрите и также идут две вот такие шпильки шпильки тоже я понимаю из нержавейки то есть за счет них будут соединяться две части самого механизма ну и так сказать самое сердце этого всего за счет чего за счет чего благодаря чему потому что все таки вращение наверное идет за счет двигателя да благодаря чему крутятся именно сами шампуры это все таки этот редуктор так это одна задняя часть куда просто вкладываются шампурики ну и вот там крутим центральную крутятся все остальные то есть принципе как и все гениальное просто все это покрыто пленочкой пленочку сейчас убираю и будем приступать приготовлению шашлыка вообще этот набор конечно идеально подходит для приготовления шашлыка на мангале то есть на эти шпильки удобно положить сам механизм и в принципе у вас никаких проблем не будет также у них есть вариант который идет для приготовления шашлыка в барбекюшнице то есть там двигатель расположен с другой стороны то есть не со стороны концов так сказать шампура да а со стороны наоборот их начала шампуров то есть тех мест за которые мы обычно шампура берем вот то есть наоборот двигатель с другой стороны расположен поэтому для барбекюшниц которые стационарные из кирпича там выложены них идет отдельный такой специальный наборчик все это устройство можно использовать не только для приготовления на мангале там на костре можно готовить на какой-нибудь яме на кирпичах то есть где-то в гараже можете часто шашлыки делают в принципе мест где можно приспособить такую конструкцию очень и очень много ну вот собственно и все то есть собирается эта конструкция но буквально наверное за пять минут каких-то все то есть прикрутил две шпильки вот она все у нас готово осталось на шампур и насадить мясо и можно собственно говоря ставить на угли и готовить шашлык мясо у меня уже готово я приехал сюда с готовым замаринованным мясом поэтому я приступаю к насаживанию мясо на шампура а вы пока посмотрите как я это мясо готовил давайте переместимся на пару минут буквально ко мне домой в подготовленную емкость насыпаем немного соли и укладываем мясо в один слой сверху все посыпаем душистым молотым перцем можно посыпать достаточно обильно также сюда добавляем паприку паприку можно посыпать в любом сюда количестве сильно вкус она не изменит но добавить такой приятный оранжевый оттенок для наших будущих шашлыков ну конечно не забываем все это посолить после чего укладываем следующий слой мяса по моему это самый простой способ подготовить мясо для шашлыка это очень быстро это просто и при этом мясо получается очень сочным вкусным и не теряется вкус самого мяса за всеми приправами после укладки последнего слоя также солим сверху мясо посыпаем все это дело также перцем и паприкой теперь это все можно тщательно перемешать и вот в этот момент нужно добавить немного майонеза майонеза добавляется самую малость лишь только чтобы майонез обволакивал каждый кусочек мяса теперь это все можно тщательно перемешать дать постоять в тепле минут 15-20 и перемешать все это дело повторно примерно через час мясо уже будет готово для жарки но наилучший результат получается если мясо приготовить с вечера то есть вечером готовите мясо ставите на ночь в холодильник а с утра уже принципе можно ехать на природу и готовить шашлыки шампура кстати очень острые и прекрасно протыкает мясо но в то же время есть вероятность если например попадете в какую-то жилку что шампур этот у вас воткнется в руку то есть я бы все-таки при всей этой остроте сделал его ну наверно чуть более туповатым при неумелом обращении принципе можно неплохо наколоться мясо куриное готовится будет очень быстро поэтому я думаю тут проблем вообще быть никаких не должно так всю эту конструкцию на костер поставил мясо уже насажено и можно приступать к жарке сейчас вот так все подвину сказать уже по месту чтобы там у не не горела начинаем вставлять вставляется все легко ну вот как то так это будет выглядеть то есть вот они вставлены уже они там я вижу жарятся вовсю сейчас я быстренько вставляю двигатель и чтобы они начали вращаться подтянули конечно же с установкой двигателя и шашлыки с одной стороны вот если можно видеть уже хорошо хорошо прожарились а с других сторон они еще нет но в принципе наверно можно было это все сделать не на костре одеть шашлыки вставить а прям уже непосредственно ну так сказать на земле это сделать а потом просто всю установку поставить на костер ну посмотрим что получится я вот вижу один уже начинает вот этот вот подгорать он ближе всех углям надо наверное убавить маленько огонь все таки иначе остальные у меня будут еще сырыми но штука я вам скажу прикольно смотрите я могу ходить делать все что хочу могу пойти чайку попить могу пойти порыбачить а шашлыки между тем работают жарятся только послушайте как это происходит жарится мясо ну запах конечно вы не почувствуете но я думаю и этого вида будет достаточно кстати моторчик жужжит я думаю даже слышно на камеру как это происходит и производитель уверяет что от одной батарейки проработает это устройство порядка четырех пяти часов если учесть что этот шашлык тут уже почти готов сейчас я буду снимать а он всего крутится у меня где-то минут на 15 не больше то очень много можно партии шашлыка приготовить с одной вот такой батарейки ну и еще одно преимущество данного способа приготовления шашлыка они все время крутится поэтому сок из них не капает костер нет никаких возгораний все прекрасно жарится ну и соответственно весь сок остается внутри шашлыка а жир который вытекает он просто за запекается прямо на шашлыке то есть все получается очень красиво и очень вкусно да еще забыл сказать о таком важном моменте что сам двигатель вот этот нельзя использовать как ручку то есть для переноса самого механизма для снятия шашлыков например с мангала с костра потому что он ну для этого просто не предназначено это написано в инструкции но у нас конечно многие инструкции как и я впрочем не читают но вот может быть кому-то это продлит жизнь самого механизма поэтому лучше этого не делать ну и вот случае с костром то есть надо чтобы тепло от костра не попадала вот сюда на пластик я здесь вот приступал немножко снегом и загородил здесь палочками поэтому у меня здесь все нормально я вот видите спокойно руку подставляю то есть принципе температура нормальная так что случае с костром будьте аккуратны для тех кто захочет приобрести такую установку естественно ссылочка будет внизу в описании под видео на сайт производителя там же кстати можно будет ввести промокод промокод указан тоже под видео с рюкзаком и удочкой вводите промокод и получаете скидку на любой из товаров с их интернет-магазином ну а на этом на сегодня все всем до свидания всем хороших выходных и до новых встреч